Банка «Динамические системы» полтора года назад резонанса не вызвал. В комментариях Центробанка прозвучала «высокорискованная кредитная политика, сомнительные транзитные операции». Но позже стало известно о возбуждённом по обращению ЦБ уголовном деле. Из динамических систем похищено всё, что было на счетах – 585 миллионов рублей. Троих подозреваемых, в том числе председателя правления Синюхина, начальника отдела кредитования Вдовина, задержали по горячим следам. Ещё трое взяты под стражу недавно. Президент банка Цирульник, обвинённый в выводе денег Виргизов и некто Аверин – скромный сотрудник, которому следователи отводят нескромную роль. Следователи установили, что работавший ранее в других банках, у которых также была отозвана лицензия, Виктор Аверин играл активную роль в хищении активов ДС-банка. Он не занимал руководящих постов в банке, но использовал свой многолетний опыт в банковской сфере для вовлечения в состав организованной группы Вдовина и Цирульника, руководил их действиями и обеспечил обналичивание похищенных денежных средств. Эту информацию дополняет просочившиеся в прессу. Речь может идти о так называемых поджигателях банков – ворующих, то есть сжигающих деньги клиентов. Если это так, то динамические системы, чей логотип-то в интернете найти непросто – звено в цепи финансовых афер. Тот же Аверин, по данным следствия, работал в пяти банках-банкротах, а технику из последнего и часть документов, причем тайно, передали еще одному недавно обанкротившемуся. Поджигатели, они же черные банкиры, скупают, чаще не на свое имя, доли в мелких кредитных организациях. Каждая до 10% тогда ЦБ о смене собственников предупреждать не нужно. А продавцов хватает. Еще с бума 90-х на рынке немало банков, чей бизнес уже не прибылен, а тут дают хорошие деньги. Как правило, черные банкиры, рассчитывая на то, что в дальнейшем будет вывоз средств и будет большая прибыль, они покупают доли с премией, то есть готовы предложить большую цену. Дальше в зависимости от аппетитов поджигателей, либо так называемый пылесос, под агрессивную рекламу собирают средства вкладчиков, либо сомнительные банковские операции, но выгодные отдельным клиентам. Финал один. Все уходит в якобы кредиты фирмам-однодневкам, у динамических систем их было семь, или в псевдоценные бумаги. Потом еще ряд переводов, обналичивание, а далее банкротство, криминальное. Так официально называют эту схему. Сгорают банки быстро, от полугода до считанных дней. 585 миллионов, хищения которых сейчас расследуют, вывели за три дня. Прекратится это, видимо, только тогда, когда на рынке банковских услуг останутся только полностью прозрачные игроки, когда политика Центробанка на зачистку банковской системы от сомнительных кредитных организаций будет последовательно и окончательно проведена. А с будущего года банкирам, грубо нарушающим правила, будет грозить еще и пожизненная запрет на профессию, что, по мнению экспертов, должно отбить желание связываться с организаторами любых мошеннических схем. Продолжение следует...